Отдельную спортивную телепередачу буквально потребовали представители спортивных федераций КОМИ. Представители общественности и функционеры обсуждали тезисы доглада Вячеслава Гайзера, Госсовету КОМИ. По их словам, после завершения года спорта пропаганде здорового образа жизни в СМИ стали уделять меньше внимания. Максим Васильев выслушал замечание. С окончанием года спорта в КОМИ завершилась и большая агитационная кампания, так говорят спортивные функционеры. У них теперь редко берут интервью, с улиц городов исчезли призывающие билборды, а с экранов ролики, пропагандирующие здоровый образ жизни. Да и дни открытых дверей на спортивных объектах, как говорится, по Чиле в Бозе. В общем, с пропагандой спорта стало как-то не очень, хотя посмотреть есть на что. Если по телевидению будет на самом деле программа, которая будет освещать про национальные виды спорта, которые новые появятся. Вот в Большелуге прошли соревнования, они на самом деле уникальны. Вот гонка на лямпах, я один раз чуть-чуть не побежал на этих лямпах, просто крепление ежедневно сломалось. И меня не допустили, там сейчас очень строгие правила, там надо бежать в национальном костюме, и ничего, что там и современного не было. И на самом деле гонка уникальная, ее смотреть просто интересно. Для поддержки неолимпийских видов спорта представители федерации предлагают воскресить специальный фонд финансовой поддержки, который аккумулировал бы спонсорские деньги. Самими спонсорами в республике, правда, откровенно беда, но фонд возрождать нужно, заключили функционеры. Как необходимо подумать и о создании спортивного интерната, либо единого, либо для каждой федерации в отдельности. Это уже новый этап и более профессиональный подход к воспитанию будущих чемпионов, будущих профессиональных спортсменов, которые в итоге и становятся двигателем развития физкультуры и спорта в регионе. Идея на самом деле очень интересна. Я, как директор спортивной школы футбольной, тоже сейчас над этим процессом работаю. Инфраструктурно год спорта для Коми стал без преувеличения одним из самых выдающихся. Построены десятки объектов, воспитанников в секциях существенно прибавилось. Теперь главное закрепить успех, считают руководители федерации. И в первую очередь агрессивной информационной политикой. Максим Васильев, Алексей Порошуков, телеканал Юрген, Сыктывкар.